ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В этом рейтинге будут только натурализованные футболисты, то есть те, которые изначально не имели права выступать за нас. И получили такую возможность благодаря выдаче паспортов. Воспитанников казахстанского футбола или уроженцев Казахстана в нем нет. Но если хотите выпуск про таких, пишите обязательно в комментариях. Еще раз, сегодня чисто про натурализованных. И не скажу я, дорогие друзья, поехали, я скажу кеттек. Ведь эти 10 людей вряд ли знают, что это слово значит. Открывает наш рейтинг Андрей Сидельников. И вы можете сказать, Петя, ты что, поехал? У Сидельникова ведь 29 матчей за сборную. А я вам сейчас все объясню. Да, Сидельников 5 лет был основным вратарем сборной. Да, был единственный хороший матч с Германией, когда Андрюха сделал около 6 сейвов. Но вспомните хоть еще одну такую игру. В официальных матчах у него всего 3 сухаря, и тут заслуга скорее защиты, чем вратаря. От Сидельникова никогда не было уверенности. Ну и не был он стеной. Очень пожарный вратарь. Да и вспомните те годы, соцсети, мемы тогда только-только пришли в нашу жизнь. И у меня прям ностальгия от того, как все мы ржали над Сиделой. Только это и оставалось делать, чтобы не сойти с ума от поражений и его привозов. Моя претензия к Андрею одна. Натурализованный футболист должен быть на две головы выше местного. Сильнее был ли он Мокина или Лори? Естественно же нет. Неправильно будет. Сидельников не принес существенной пользы сборной. Его главный хайлайт это выступление на церемонии золотого мяча, где он вручал приз Пушкаша Хамиту Алтентопу за самый красивый гол 2010 года, который, собственно, он и пропустил. Буратара, я могу его забыть. Very nice goal. Андрей Сидельников. Сейчас Сидельников живет в Москве. Ведет курсы по финансовой грамотности для футболистов. Волкс Ворот Стрит. Бизнес Молодость. Тони Робинс с вратарскими перчатками. Будьте внимательны с деньгами. Никакой пользы казахстанскому футболу не приносит. И тут резонный вопрос. Зачем ему давали казахстанский паспорт? О чем был вопрос-то еще раз? Пара-пара-па. Ну что ж, дорогие друзья, идем дальше. Второй в моем рейтинге Михаил Рожков. Просто уникум. Натурализованный россиянин дебютировал за сборную Казахстана раньше, чем побывал в Казахстане. Вот просто фейл. 3 марта 2010 года Рожков сыграл в товарищеском матче против Молдовы в Турецкой Анталии. А уже через несколько дней прилетел в Астану. В итоге игр набралось 15. И в этих 15 матчах сборная одержала всего одну победу над Азербайджаном. Что ж, что тут сказать. Отличное мисту... Отличное усиление. Рожков красава. В Астану Михаил переходил из Ростова, из российской премьер-лиги. Но в сборной не было заметно, что он когда-то играл в РПЛ. В большинстве матчей Рожков выходил на замену. Неужели это не мог делать кто-то из наших молодых? Нет же, блядь, мы не будем растить своих. Будем ставить натурализованного. Причем вот такого. Вообще в 2010 году у Рожкова было два предложения. Остаться в уральских пельменях и сыграть за сборную Казахстана. Он выбрал юмор и отправился играть за сборную. Полных официальных матчей за сборную у Рожкова в итоге набрало всего 5. Карьеру Рожков завершил из-за страшной аварии. В декабре 2012 года он на высокой скорости в Москве влетел в столб. Несколько дней игрок Астаны находился в коме, но к счастью смог выкарабкаться. В 2015 году Рожков дал интервью, в котором рассказал, что помогает другу в детской школе. Судя по странице ВКонтакте, у Рожкова все в порядке и, кажется, организовывает он квизы. Миша, помоги мне сделать квиз, а то что-то у меня последнее абсолютно не зашел. Третий в моем рейтинге бесполезных в сборной Алексей Попов. Ну, кто из вас вспомнит, что такое Алексей Попов? Он уникум вдвойне. В 2010 году его взяли в сборную Казахстана, хотя он никогда не жил и не играл в нашей стране. Для натурализации придумали уж не знаю липовую или нет легенду. Мол, бабушка игрока когда-то жила на территории нашей страны. Появление Попова в сборной было неожиданным. В 2010 он играл в российском Амкаре, а за год до этого выходил на замену за Рубин против Барселоны. И это была та самая сенсационная победа на Камп Ноу. Окей, натурализовали не по понятиям, но вдруг это удача? Вдруг это новый лидер обороны? Хрен там. В сборной Казахстана Попов играл ровно месяц. За 4 матча в октябре наша команда пропустила 10 голов и не забила ни одного. По 3 пустили от Германии и Турции, по 2 от Бельгии и Австрии. И в каждом из матчей Попов наварил. Что он признал и сам. Да, ты забыл как ты сыграл там? Я-то помню. Особенно яркими были ошибки с Бельгией. Очень хороший первый тайм мы выдали против молодых Азара, Вицеля, Филайни и Лукаку. Пока Попов Сидельниковым на пару не сделали 2-0 в пользу Бельгии. Дубль тогда, кстати, оформил Марвин Огунджимий, который потом докатился до Гжет Песа. Ну и самое главное, по информации российского журналиста Евгения Дзичковского, Попову на согласие играть в сборную заплатили 300 тысяч. Мать вашу долларов. Это большая сумма в 20-м даже году. Представьте, какой она была огромной в 10-м. Ну, не на зависть, просто к чему стремился, того добился. Выброшенные в трубу деньги. После Попова идет Казбек Гетериев. Они вместе стали играть за сборную Казахстана. И Гетериев тоже получил 300 тысяч долларов. Опять же, по информации Дзичковского. И легенде Спортэкспресса я абсолютно верю. На момент первого матча Казбек тоже ни разу не был в Казахстане. За сборную он в итоге проведет 15 матчей и ничем особенным не запомнится. Играл он в темную эпоху нашей национальной команды, когда натурализованных было больше, чем своих. Гетериев в сборную приходил в статусе футболиста российской премьер-лиги. Но в 13-м переберется в КПЛ. Он поиграл за Кайра, Тордобасы, Кайсар и Иртыш. И только в Паладарском клубе показывал хоть какую-то стабильность. Затем Гетериев опустился в первую лигу с Каспием и Окджетпесом. Потом уедет в чемпионат Крыма, а сейчас в 35 пылит за Спартак-Нальчик. Но уже не в премьер-лиге. Больше нечего сказать про этого футболиста, кроме того, что у меня есть одна информация. За столом он примерно с года 12-го держится лучше, чем на поле. Я и моя команда экспертов предлагаем тебе другую путь. С середины моего рейтинга и тут Валерий Коробкин. Ух, вот этого персонажа я сильно обожаю. Один из худших игроков в истории нашей сборной. Человек, который все время ходил по полю с недовольным лицом. Футболист, которого, кажется, вообще не парило, что там в матче. Быстрее бы уже эти 90 минут истекли. У каждого же был вот такой вот коллега, который приходил на работу ровно в 9 и у ровно в 6 убегал домой. Вот Коробкин футболист производил у меня именно такое впечатление. И не могу, естественно, не промолчать. Ничего Валеру с нашей стороной не связывало. Зачем его, блядь, снова звали? Не понятно. Играл Коробкин за сборную с октября 2012 года по октябрь 2014 года. Собрал 14 матчей, в которых мы одержали всего 2 победы. Над Грузией в Товарнике и над Фарерами в квалификации чемпионата мира. Но никак такого результата мы бы не добились без Валерия, согласитесь. Хорошо, что Валера с нами был. С 12 по 19 год Коробкин играл в КПЛ за Астану, Актобе, Атрау, Кайсар и Ордабасы. После прошлого сезона завершил он карьеру. Примерно в 13 году Коробкин перевез семью в Америку. Казахстан, думаю, он воспринимает как вахту. Приехал, поработал 8 месяцев и назад домой в теплую Флориду. К жене, которая жалуется, что в Майами похолодало. Ничего с Казахстаном Коробкина даже после 8 лет не связывает. Сейчас сидит, наверное, думает, за кого голосовать, за Трампа или Байдена. Шестой номер и тут вспомнят только Олды. Летом 2005 года три матча за сборную Казахстана сыграл Александр. Кто он такой? Крохмаль. Был такой интересный нападающий в середине 2000-х. Играл он за Ордабасы, Житесу и Мегаспорт. Вот, блядь, Житесу меня не брали, да? А Крохмаля какого-то брали. В матчах с Украиной, где мы проиграли 2-0 и с Тульцией 6-0 мы просрали, Крохмаль играл в старте. А вот с Грузии, где мы попали 1-2, вышел на замену. Но включил я этого нападающего в рейтинг не по футбольным причинам. Крохмаль просто интересный персонаж. У него за карьеру официально было 3 гражданства. Туркмении, где он родился. Украины, где он играл и откуда его корни. И, собственно, Казахстан. В четвертом году Крохмалю после перехода в Ордабасы сделали казахстанский паспорт. Ну окей, ситуация не новая, только тут было одно но. Зачем-то Александру поменяли дату рождения 77-го на 81-й год. Обман раскрылся через пару лет. И на наше счастье у ЮФА этого не заметил. Но как можно было заиграть футболиста с липовым паспортом? Вот такой вот бардак творился в нашем футболе в те годы. В 2009 году Крохмаль на тот момент 28-летний по паспорту и 32-летний по факту остался без клуба и больше в футбол профессионально не играл. Самое смешное, в 10-м он рассказывал, что занимается документами, делает дальше, цитата, нормальное казахстанское гражданство. Вот и все, что нужно знать о натурализации игроков. Седьмой номер и здесь будет Ненад Эрич. Поберегите свои пердаки, у меня нет претензий к галкиперу и капитану Астаны. Но я выступал категорически против вратаря сборной Казахстана Ненада Эрича. Во-первых, меня смущало, что Эрич дебютировал в 2015 году и до 2018 за сборную не играл. Я тут подозреваю, что Ненад был хозяином своей судьбы. Я боюсь просто, чтобы вдруг не поймать. Вернулся он в сборную, когда туда из Астаны пришел Станимир Стоилов. Я бы поменял мнение об Эриче в сборной, если бы мы добились результата в Лиге Наций. А мы просрали свой шанс тысячелетия. Ну когда еще самому слабому дивизиону УЕФА даст путевку на Евро? Конечно, никогда. После Лиги Наций ушел и сборной Стоилов, а вместе с ним и Эрич. Главное, участвовать в акции мой флаг Ненад может. А играть за сборную, извините, нет. В клубе устаю. Ну и буду откровенен. В отпуск Эрич едет в родную Сербию. Жить после завершения карьеры будет в родной Сербии. Никакое будущее с Казахстаном он не связывает. Еще один человек, для которого наша страна вахта. Пусть и такая обжитая. И тут я, дорогие друзья, поддержу Алматы Бигбаева, который сказал, что ему по барабану на уход Эрича из сборной. И что он против натурализации. Алма, все правильно. Диспект, бро. Рядом с Эричем в рейтинге его партнер по остане Евгений Постников. Натурализованный россиянин играл за сборную в первой Лиге Нации. Как мы там провалились, вы и так знаете. Получается, не сильно нужен был нам Постников. Как и все натурализованные игроки. Было такое мнение, такое чувство такое. Но есть у Постникова одно отличие от других в нашем рейтинге. Из сборной он ушел красиво. И в его последнем матче мы разгромили Шотландию 3-0. Пока Постников в Астане, но кажется, этот сезон последний для него в столице. 34-летний защитник заметно сдал. И именно он привез гол, который фактически сделал Кайрат чемпионом. Мы надеемся на вас. Спасибо большое. Ну а завершает наш рейтинг Алексей Мулдаров. В 13-м году Осетин сыграл 3 матча. 2 товарника и 1 официальный. В Болгарии мы проиграли 1-2. Грузию победили 1-0. С фарерами сыграли в ничью 1-1. Матч с фарерами один из самых позорных в истории сборных. И в том позоре был, собственно, и Мулдаров. Эпоху Бираника даже вспоминать не хочу. Летели абсолютно всем. В составе одни полуказахстанцы были. Да, Пабло. Чем интересен Мулдаров? Вообще, когда он появился в КПЛ, казалось, что он станет звездой чемпионата. Мулдаров переходил из Мордовии, которая играла в РПЛ. И в которой он был капитаном. На деле вышел только один более-менее сезон в Актобе. Не очень второй и долгое падение. Кайсар, Шахтер, Атырау, Кызлжа. Точка нахуй. Просрочена. Очередной бесполезный россиянин, получавший хорошие деньги в Казахстане и уехавший из Казахстана. Последней командой Мулдарова стала кубанская корона за О имени Тараса Шевченко. Из любительского чемпионата Краснодарского края. Зато сборная Казахстана не единственная сборная в его карьере. С Южной Осетии он стал победителем чемпионата Европы Канифа 2019. Это турнир для непризнанных стран и непризнанных гениев, как Мулдаров. Сейчас Мулдаров работает тренером во Владикавказе. Пользы казахстанскому футболу не приносит. Казахстанский паспорт, уверен, давным-давно выбросил куда подальше. На сегодня все. Этот список, конечно, не полный. Там должна быть еще куча игроков. Пишите в комментариях свои варианты. А напоследок будет одна маленькая просьба. Попрошу вас подписаться на телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера, в которых мы следим за всеми интересными событиями в нашем спорте. Ссылки будут, естественно, в описании. С удовольствием вас всех там жду и с удовольствием пообщаюсь. Аллах, Казахстан. Скоро будем играть чисто своими. Мы победим. Пока. Андрюха, твое здоровье. Миша, твое здоровье. Лёха Попов, за твои 300к. Здоровье. Казбек, твое здоровье, брат. Вот прямо сейчас в тему, да, зашли? Валерка, давай, за победу Трампа. Саня, который молод по паспорту, но не по годам. Твое здоровье. Ненат, браты, твое здоровье и прекрасного тебе житья в Сербии. Жека, братан, езжай домой. Лёха Молдаров, за Краснодарский ЗАО. Редактор субтитров А.Семкин